здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова Елена и канал женские секреты сегодня я нахожусь в своей теплице и хочу поделиться с вами очень эффективным способом как уничтожить муравьев если они завелись в теплице но этот способ может быть употреблен не только для теплицы но для открытого грунта единственное что надо будет кое-какие коррективы внести я его испытала и за три дня у меня муравьи ушли высаживала перцы и здесь все хорошо но в конце грядки обнаружился муравейник они вот тут прямо кишат ворошить его я не рискнула я решила что их нужно уничтожать на месте купила вот такой муравьед но им нужно поливать или опрыскивать растение поскольку муравейник находится в одном месте локально нужно постараться уничтожить именно матку готовим раствор взяла я небольшую баночку пару ложек клубничного варенья и сюда добавляем несколько капель муравьеда сделала дырочку буквально несколько капелек все это перемешиваем и наливаем в крышечки угощения расставляем вокруг там где они бегают ну и ждем прошло два дня с тех пор как я наливала угощение для муравьев и как можно видеть единичные полудохлые какие-то муравьишки движутся то есть муравейник или он вымирает или он уходит видно какие они дохленькие вяленькие но сейчас я добавлю им угощение еще и подожду еще денек другой надеюсь что дальше уже можно будет высаживать оставшиеся угощение у меня тут в баночке я надеюсь что через пару дней и от этих уже не останется и следа можно будет высаживать оставшиеся перцы хорошо что я их не посадила не разворошил этот муравейник то есть вот этот муравьев и способ совершенно рабочий и можно сказать что проверенный пробовала я способы разные на пионах очень часто селятся муравьи особенно когда ионы начинают набирать бутоны и муравьев избавиться очень сложно я поливала в прошлом году карбофосом но буквально прошел дождь карбофос смыла и муравьев как бы она особо не действует покупала сухой муравьед который заделывается в почву во первых это очень не экономно потому что его нужно на большую площадь много пионов у меня достаточно много но и муравьи муравейники по всему в принципе огороду поэтому весь огород полить просто нереально если для теплицы то еще как-то приемлемо то для улицы нет вот этот способ он все-таки я надеюсь что кому-то поможет избавиться от муравьев потому что муравьи разносят тлю для высасывает соки из наших растений и соответственно несет грибные болезни на своих и муравьи и все букашки которые ползают могут принести фитоктору на помидоры серые гнили по клубнике кроме того что они сами высасывают соки еще и аптериальные грибные болезни смотрите наливаются бутоны и муравьи просто просто их атакуют им нравится вот это то что там сок вот этот сладкий но сами муравьи не так опасны они принесут тлю и бывает что вот прямо здесь вот этот пересыхает и бутон не зацветает очень жалко потерять красивые пышные пионы по вине вот таких маленьких козявочек бутон только собирается распускаться а его муравьи просто атакуют но на пионах здесь конечно найти муравейник нереально поэтому пионы я сейчас опрыскаю любят муравьи селиться в старом дереве но к сожалению не всегда мы можем от него избавиться посмотрите если поднять это старая теплица где у меня растет виноград и здесь практически муравейник я так понимаю что моему винограду грозит опасность поэтому сюда я тоже поставлю обязательно угощение высадила только что пассаж полученный клематис из посылки и две розы я их высаживаю в горшки большие пролила и оказалось что земля с муравьями посмотрите что творится ну я их сверху и угостила тем же раствором вареньем с муравьедом они такие уже стали вот они кучкаются там где капельки попали там они все это и облизывают я думаю там они и останутся прошло полчаса они вон позабивались все в кучку и все уже не шевелятся вот этот еле-еле движется этот на белом фоне хорошо видно еле-еле а эти уже все и вот здесь тоже сбились в кучке и все трупики трое суток после того как я их угостила и остались вот единичные прям какие-то ошалелые я пошевелила маленько не там кое-где еще есть но такого обилия которое здесь было такие движники уже нету еще нужно прикрыть для того чтобы не погубить пчел во время цветения растений нам нужны пчелки но в такую конструкцию они конечно не полезут это вот в теплице у меня несколько кустиков клубники в такую дырку пчела явно не полезет они девушки очень такие интеллигентные не шмеление пчелы такую дырочку не полезут а муравьи учуяв запах сладкого обязательно туда наведаются и он и я пролила прямо сверху излейки раствором как положено по инструкции несмотря на то что буквально через несколько минут пошел дождь но пионы видно что чистенькие ни одного муравья я не вижу часть раствора попала на землю как раз под парень все головки чистые ну и здесь получается пятый день я высадила рассаду на это же самое место и никаких муравьев никакого движения здесь нет но эти я оставила конечно для профилактики надо добавить новый даже дырок от муравейников нет ну и конечно кашпо ни одной заразы тут не видать так что можно сказать что вот этот способ проверенный действует работает буквально два-три дня и муравьев не стало если садить это делать это в открытом грунте то нужно поверх вот этих крышечек ну или это должно быть в безветренную погоду конечно нужно смотреть чтобы птицы там не в ней попали или домашние животные пчелы как-то прикрыть коробочкой сделать дырочки чтобы муравьи могли проходить а сверху пчелки не попадали ну в общем приспособить можно по-любому или где-то там может быть зарыть так чтобы именно пчелы и шмели не пострадали от этого угощения я надеюсь что вам это видео было полезным если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик правом верхнем углу чтобы не пропустить следующее видео а я на этом с вами прощаюсь желаю вам хорошего урожая и никаких муравьев будьте здоровы так вот и и и и и Продолжение следует...